Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про АП, хотелось бы сказать, но это скорее ребаланс танка Объект 268 вариант 5. Если вы не знаете, это советская акционная ПТСАУ, которая находится в боновом магазине, можно ее приобрести, по-моему, за 15 тысяч бон. И сегодня мы об этом поговорим, потому что данную ПТСАУ по очень многим параметрам немножко изменили. И то, как это немножко изменение в целом повлияло на данный танк. Думаю, гайд вам точно понравится. Обязательно прожмите лайкосик и подпишитесь на канал. Мы с вами начинаем. Что у нас здесь, по большому счету, произошло? С этим танком претерпелось, ну, скажем так, значительное изменение вроде бы на бумаге. Ну, во-первых, самое главное, что поменялось, это изменена роль ПТСАУ с универсальной на ПТСАУ снайперскую. То есть, по сути, изменена роль танка. Что теперь у нас, по большому счету, апнули? Апнули стабилизацию. То есть, это как будто бы вы здесь вшили базовый стабилизатор. Это действительно класс. Тут вопросов нету. Хотя сказать, что это делает танк снайперским, нет. Скорее, это просто делает комфортную стрельбу. Причем, как и на ближней, на дальней, на любой дистанции стабилизация. Это прям топчик. Во-вторых, время с КД у нас было 19,6. Стало 16,2,3 с копейками секунды. Вроде бы кажется, ничего себе ДПМ будет. Но, как бы, не тут-то было. У нас уменьшают альфа-страйк. То есть, было 750, становится 650. То есть, становится так же, как у 114 SP2. И если уж между этим альфой, да, вот именно тем, которое было, и тем, которое стало всего лишь с точку в разнице, то между фугасом тут целая пропасть. Потому что раньше было 1100, и вы выдавали, прям могли значительно выдать, скажем так, да, ваншотнуть восьмой левел. То теперь у вас 840. Это прям значительно низко. Не то, чтобы фугас прям с такой альфой, как было раньше, да, на основных. Но, тем не менее, разница в 260 единиц, это более чем значительно. Иногда на фугасе вылетает, допустим, 750. И вроде бы ты что фугасом дал, что как бы раньше накинул на одной. Плюс ко всему, время сведения было 3, становится 2,6. Это прям значительное улучшение, это действительно заметно в совокупности со стабилизацией. Ну и накинули 6 снарядов. Не могу сказать, что это раньше какая-то проблема была. 3 снаряда с собой возил, 13 тех, 14 тех, и более чем хватало. Если вы думаете, что по большому счету как-то здесь ДПМ поменялся, то я спешу вас огорчить, как бы и нет. Смотрите, раньше ДПМ у нас был 2295, ну то есть 2300. Это при Альфе в 750 и при таком КД, которое было. После тех изменений, которые претерпел данный танк, то есть убрали 100 очков Альфа-страйка и добавили, ну точнее уменьшили КД, у нас получается ДПМ 2400. То есть по сути, по большому счету, изменение ДПМа произошло минимально, всего лишь 100 очков. На какой-то большой дистанции это практически незаметно. То есть это настолько маленькое изменение, то что большинство игроков, да даже не большинство, а все в том числе и меня, не заметят никакого прироста по огневой мощи. Этого здесь просто-напросто нету. Что действительно стало заметно, это уменьшение и КД, и Альфы. Это действительно заметно, но если это то и дело как-то поправимо, это заметная стабилизация. По большому счету, вам накинули стабы и немножко уменьшили время сведения. Все. Больше с этим танком ничего по большому счету реально не сделали. И если смотреть на мою логику и посмотреть, что на деле, оно так и происходит. То есть данная ПТ-САУ, даже несмотря после этого всего ребаланса, находится на предпоследнем месте, уступая тут, я не знаю, ну огромное количество ПТ и только ФВшка обыгрывая, и то на 14 единиц, дело довольно поправимое. И что у нас получается? То, что вроде бы 12-го, да, там числа патч вышел, и что? А ВОЗ и ныне там, как было 3 500 с копейками, так и осталось. То есть игроки, которые играют на этом танке, вообще абсолютно не заметили. Если вы думаете, что это какой-то прирост, то было 3 542, стало 3 576. Это немного. Чтобы вы понимали, раньше было то же самое. То есть изменения в апе у нас происходят, допустим, если я возьму сейчас тяжелый танк, это будет у нас премиум ВК-75, который апнули. Вот там вот, извините меня, ап заметен, когда было 2 531, а уже 2 751. То есть это плюс 200, и это заметно. Этот танк уже защитника обошел, ИС-3, СМЗ, Торнвагона, Феникса и многих других. Кстати, гайд на него, на свежий гайд на моем канале тоже уже вышел, можете посмотреть. И он скоро дойдет вот сюда. То есть, пожалуйста, вот это заметно. А на 268 практически никакого апа и не видно. Теперь, что касается бронирования этой снайперской ПТ. Она как бы снайперская, но как бы вроде и броня здесь есть. 250 ББшка, что мы видим? Что нижа к верхней бронисту будет пробиваться. Это вот прям стабильно, без проблем. Ну, как бы вообще, а если даже к восьмеркам, девяткам попадаете, то же самое. Десятки сюда шьют только в путь. Что касается башни. Кто-то говорит, что она бронирована. Отчасти, да, здесь действительно есть броня. Вот эта вот зона, тут 140, и он в приведенке. Получается очень даже неплохие миллиметры. Но все равно она очень эффективно пробивается. Тем более, если уже здесь ББшка. И мы возьмем, допустим, ну, кумулятив там в 330, да, который у нас есть на 10 уровне. То, что мы видим, то, что здесь, ну, как бы, вроде все возрастает, но, тем не менее, все равно это дело пробивается. ББшками шьется на ура. В нижние, там, верхние бронелисты то же самое. Башка иногда, нет-нет, что-то танкует. Но, честное слово, здесь настолько огромная кумбашинка, что, ну, ее куда-то спрятать, вот, прям не получится. Плюс ко всему, эта крышка всего лишь 30, по правилу трех калибров, да, как бы здесь тоже очень все эффективно шьется. Поэтому броня есть. Я не могу сказать, что он тут вообще не танкует. Нет, да, она там танкует, но не более того. Сами по себе борта 50 мм. Не могу сказать, что это много, не могу сказать, что это мало, но, тем не менее, иногда все это дело может спасти. Плюс здесь есть небольшие экраны, и того, как бы, получается, вроде, более-менее что-то нормально. Задним ромбом, кстати, как бы смешно не было, но потанковать можно. Действительно можно, но, правда, нужно настолько аккуратно выставляться, потому что эту зону все равно видно. Но, тем не менее, какого-нибудь неопытного игрока можно застать немножко врасплох. То есть, брони, по большому счету, у танка, как таковой, огромной нет. Если перейти и посмотреть мою, да, мою статистику, мой заблокированный дамаг на данном танке, а я на нем по-разному играл, то там всего лишь 0.09, то есть 150. То есть, вот та вот броня, которая, как бы, типа, есть в башне, она танкует в среднем 150 дамага за бой. Если мы возьмем такую же снайперскую Хори-3, которая у нас сейчас, она тоже, кстати, стала снайперской, то она танкует на секунду у меня 750-800. Ну, то есть, как бы, вы чувствуете, да, эту разницу. Поэтому брони у данного танка, как бы, есть, но, как бы, нету. То есть, если она вам что-то отобьет, господи, просто скажите ей за это спасибо. В основном она ничего не отбивает. Теперь, что касается его характеристик. 650 альфы, ну, вот как-то так, 840 фугасов. 303 бронепробития. Вот к чему придраться нечему, это бронепробитие. Здесь, ну, как у любой советской ПТ, да, там 268, прям вообще шикарно. Оруженосица советская, вроде бы, ПТ-САУ тоже все хорошо. У нас здесь базовый, да, бронебойный снаряд, который 303 пробивает, это более чем великолепно. Бронепробитие вообще маленькое он теряет с расстоянием. Но скорость полета всего лишь 950, что не так хорошо. Кумулятив пробивает 395. Это одно из самых высоких бронепробитий в игре. Вопросов никаких нету, все шикарно. Летит, правда, медленно. Это то, чего не хватает данному танку, это скорости полета снаряда. И тут мы первое, с чем сталкиваемся, как на снайперской ПТ, это нехватка скорости полета снарядов. Потому что играть на дистанции, допустим, если вы будете на ББшке играть, всего лишь 950 метров, это некомфортно. Хотя бы 1050, 1100, 1200, пожалуйста. Но на такой скорости, особенно когда какая-нибудь СТ-шка быстро едет, концепты или ЛТ типа ЕБРа, играть некомфортно. КД у нас теперь получается, если вы ставите вентиль-досылатель, допустим, допаёк, приблизительно 12.5-3100 ДПМ. То есть 12.5 по 650 и вот как бы давай. Что касается стабилизации, стало лучше. Действительно, прям вот это чувствуется. Если вы ставите сюда УМП, а если бонупы УМП, то не то, чтобы там практически всегда сведены, но у вас стабилизация становится комфортно. И второе, с чем опять-таки вы столкнетесь, играя как бы на снайперской ПТ, это её точность. Точность 0.36. Для примера, если вы возьмёте пушку какого-нибудь, ну не знаю, ну гриля, допустим, да. Ну понятное дело, что гриль один там из самых снайперских там ПТ-са у нас в игре. Но тем не менее, если мы возьмём пушку гриля, у него базовая точность 0.27. Если мы возьмём пушку какой-нибудь Хори-3, которая тоже является снайперской по классу, то там точность 0.3, а у нас 0.36. И как бы вообще абсолютно не пахнет какой-то здесь точностью. Плюс ко всему, что у Хори там есть хорошая, да, там скорость полёта. И там ДПМ, там ДПМ при Альфе в 700, там ДПМ больше, и там КД меньше при Альфе в 700. То же самое у гриля. У гриля КД плюс-минус такой же, как у 2.685, да, с Альфой поменьше. Но, может быть, я прям преувеличил, но ДПМ у гриля побольше. Плюс ко всему, есть какие-то всё-таки альтернативные снаряды с хорошей скоростью. И получается у нас так, что вроде бы танк как бы снайперский, но как бы вот основных характеристик, которые должны быть у снайперской ПТ, их нет. Да, допустим, есть бронепробитие, да, на расстоянии кидать хорошо, как бы малая потеря бронепробития. Это как бы здорово, пожалуйста, танк справляется хорошо. Вроде бы картонность его тоже намекает на то, что нужно в кустах стоять. То есть, вроде бы мобильность, здесь, наверное, вопросов чуть поменьше, потому что уделка хорошая 15, да, на танк там 48, да, с фейтом как бы едет. Но всё равно проходимость здесь как будто бы, на мой взгляд, занерфлена. Он не такой мобильный. Вот игра на Т110Е4, реально ощущения от езды такие же, как на этом танке, то есть один в один. Что касается обзора, то же самое, невероятно слепой танк, 360 метров, и вы практически ничего не будете фармить ассистом, там, засветом, да, но ассистом, понятно, если в каток дадите, а вот именно засветом где-то что-то. И вообще в целом, как бы сюда оптика как бы не ставится, может быть, как-то и хотелось бы её сюда пихнуть, но, тем не менее, ты не рассматриваешь такой вариант, и получается, что обзора-то у тебя и нету, даже если ты всё прокачаешь, у тебя там, ну, 420 метров, и что с этим делать. Маскировка, да, наверное, здесь есть, вы, если поставите сюда малошинку, можете получить очень даже хорошую маскировку, там, за 40, но тоже, как бы, говорить о том, то, что это танк, ну, прям вообще, вообще такой незаметный, знаешь, там, кроха, ну, наверное, нету. И по большому счёту получается, что, как бы, и непонятно, как на нём играть. Играть спереди, ну, ты сталкиваешься с огромным количеством проблем, во-первых, это картонность, да, во-вторых, твои габариты, это вот 100%, ну, самое первое, самое основное, это картонность. И плюс ко всему, увы, ну, ужаснейшие просто, минус 5 и 15, это кошмар, вниз пушка не опускается, вообще не опускается, не гнётся ни в каких. Образом, вверх тоже самое, не поднимается она, и это тоже проблема. Играть на дальней дистанции, ну, ты здесь тоже испытываешь проблемы. Да, ты можешь собрать, допустим, ты прокачиваешь полевую модернизацию, ты ставишь усиленную ходовую, там, ставишь отстройку параллакса, ставишь, там, что-то-нибудь ещё, и ставишь настройки механизма прицеливания, тогда у тебя точность 0.29 будет с вентилем. Если ты ещё во всю эту сборку умудрёшься впихнуть, допустим, усовершенствованный прицел боновый, ты получишь 0.26, а если поставишь вентиль боновый 0.25, и тогда, да, вроде бы ПТ будет играться прямо исключительно, как кустовая ПТшка. Мы можем это с вами сделать, мы можем здесь получить точность 0.25, да, мы можем это всё дело раскачать, и, как бы, вроде бы, получается всё это интересно, но КД 12.6 и ДПМа 3000, и ты задаёшься вопросом, а стоит ли играть на этом танке? Да, ты, вроде бы, получается такой вот кустовой, всё, пожалуйста, у тебя точность есть, всё ты накидываешь, но задаёшься вопросом, а зачем этот танк, когда есть какая-нибудь ХОИ-3, у которой броня, как бы, поинтереснее будет, у которого ББшки базовая 980 летает, а голдовая 1150. Да, она, возможно, уступает в время пробития, но эта 360 ББшка, это шикарная просто. При этом она летит быстрее, при этом точность у данного танка лучше, при этом пушка вниз опускается. Да, нету, как бы, башни, здесь есть рубка, но при этом ПТшка двигается, она по мобильности очень даже интересная, по обзору интересная, и ты, как бы, задаёшься вопросом, а стоит ли, когда можно прокачать какую-нибудь Т110Е4, и она, в целом, будет гораздо интереснее. И получается так, то, что танк в игре есть, а найти ему применение в игре довольно тяжело. Сзади стоишь, как-то не камельфо спереди, тоже неудобно, и поэтому и бой такой у меня получился сумбурный. Я постоял как-то сзади, потом поехал вперёд, и как-то вот так вот всё и сложилось. Не знаю, поиграл я вчера, что-то там трёшечку на ней накидал, но меня не впечатлило. Покупать не рекомендую, если вы рассматриваете как снайперский танк, то мой вам совет, качните либо гриля 15-го, да, там скорость сумасшедшая, там гоняет очень быстро, там суперточная пушка, сводится молниеносно, быстрый, там подкол, по-моему, есть, да, я точно не помню уже, но, тем не менее, там очень быстрые снаряды. Либо качните хори 3. ПТ реально сильная, классная, с хорошими снарядами, с лучшей бронёй. Короче, в классе снайперов 2-6-8-5 проигрывает. В классе универсальных ПТ или штурмовых тоже самое, она проигрывает 3-4, проигрывает 2-6-8, и как бы получается, что она и не нужна. Поэтому, на мой взгляд, если уж и ребалансить этот танк, то нужно ребалансить её дальше. Если её всё-таки оставлять в роли снайперов, то я рекомендую точность 0-36 уменьшить на какие-нибудь 0-33. Вот тогда это будет интересно. И какой-нибудь там ББ-шки базовой дать там в 1100 скорость. Вот тогда этот танк будет прям приколен. Можно было бы, конечно, ещё у ВНов подвести. Вот делать минус 7, 0-33 и базовую ББ-шку 1100, это было бы шикарно. Она бы не стала имбовать, она бы не была имбой, но, тем не менее, она по отметке бы подросла, и это была бы актуальная ПТ, на которой можно было бы играть. Но, к сожалению, наверное, этого никто не сделает. Какой-то вот такой вот гайд, ребят, получился, возможно, очень долгий, но я постарался максимально всё разжевать, чтобы было всё понятно и довольно интересно. Большое спасибо вам за просмотр. Не забудьте обязательно поставить лайкосик и подписаться на канал. Мне это очень-очень сильно, ребят, помогает с развитием. Приходите обязательно на мои стримы каждый день в 21.00 по МСК. Мы катаем танки, которые апают, катаем польские ПТ. Вот сегодня, возможно, польские ПТ и будем катать, поэтому обязательно всех жду. Ну и плюс ко всему, на стримах у нас классная атмосфера, и мы каждый стрим разыгруем голду. Если не верьте, приходите сами и убедитесь. Всем большое спасибо, не болейте. До новых встреч. Пока-пока.